Привет, друзья! Сегодня мы с вами делаем обзорчик вот такого телекастера с укороченной системой Bixby. Штука любопытная, красивая, интересная. Как бы достоинство, стиль, дизайн и наличие Bixby недостатки, но некоторые небольшие огрехи по сборке, по которым мы сейчас пробежимся. Значит, что в этой гитаре хорошо? Очень ровный гриф и доработанные торцы ладов. Так, у меня там на фоне поскуливает Боня, которая хозяйку свою ждёт. Да? Грустная, бедная собака. Вот, это чтобы вы не удивлялись и не думали, что я пытаю маленьких детей. Маленьких детей я пытаю в другой комнате. Значит, что здесь не хватает для полного счастья? По декору есть маленькие трещинки вот здесь вот. Это облупился лак, вряд ли это по дереву, а даже если и по дереву, то небольшие трещинки здесь не идут вглубь, не портят жизнь. И, ну, кроме декора, там, грубо говоря, они на что не влияют. Дальше. Вот здесь мы видим, кант вот досюда шёл, 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 кончился, а потом влепили другой кусочек. То есть, не одна сплошная полоса на всю длину. Вот. И с этой стороны, ну, вот здесь не совсем понятно. Либо они его так хорошо замаскировали, то есть, излом это или, как бы, второй кусочек, приставленный к первому. Дальше едем. С тыльной стороны есть какой-то такой наплыв, не наплыв, потёк, не потёк. Вот сейчас в люстре отражается, да. В статике на фото он непонятен. Возможно, здесь небольшой сучок, к примеру, да, поэтому, когда деревяшка усохла, он дал рельеф. И от него вниз идёт какая-то вот непонятная такая капелька. Видимо, при колорировании краски недостаточно хорошо размешали пигмент. Вот. По декору это всё. По функционалу всё почти хорошо. Я бы, может быть, ещё немножечко сделал струны пониже. А это у нас упирается в две вещи. Первое. Высота струн на нулевом ладу, то есть порожек надо допилить вглубь, пазы на порожке. Второе. Это нижнее уже положение бриджа, да. Причём здесь под него впендюрины какие-то непонятные шайбы. Так. Кто-то пришёл. Пришла гитара со мной обзирать. Давай, давай. Вот. Я думаю, что шайбами они всего лишь скрывают какой-нибудь там дефектик по покраске. Если всё достать и вынуть, просто окажется, что по периметру отверстия, да, там что-нибудь покоцано, немножечко лак, красочка немножечко треснута там или коцнута. Вот. И ещё один фактор, который мешает нам поставить бридж, это то, что бридж лежит плашмя на вот этой вот зеркальной пластмасске, которую можно либо заменить на железячку, либо заменить на более тонкую пластмасску, либо взять и обрезать по бридж. Я под неё пока ещё не заглядывал. Я не знаю, есть ли там под бриджем какое-то позорное отверстие. Вот. Но, по крайней мере, если её убрать по высоте, а высоты здесь хорошо, здесь миллиметра два с половиной, это тоже даст нам выход. Ну, либо классический вариант – это взять и под гриф, под вот эти дальние два болта, что-нибудь небольшое подложить, что его ещё немножечко наклонит. Всё остальное с ней прекрасно. В принципе, у меня два экземпляра таких телекастеров, но второй он плюс-минус примерно такой же, поэтому я не буду на него писать отдельный обзор. Вот. Кому интересно, обращайтесь, спрашивайте. В недопиленном виде продам чуть-чуть подешевле, либо в допиленном чуть-чуть подороже. Боня, улыбочку нашим телезрителям. Играйте.